Новая галерея 9Б открылась в Нижнем Новгороде. Какие интересные события будут разворачиваться в этом арт-пространстве? Узнаем прямо сейчас. У нас в гостях руководитель проекта Георгий Смирнов. Здравствуйте, Георгий. Здравствуйте. Георгий, почему галерея носит такое лаконичное название 9Б? Несколько лет назад мы с женой купили старое здание. Его отреставрировали. Здание располагается по адресу Октябрьская 9Б. И часто принято название галереи давать по месту их насаждения. Поэтому галерея 9Б. Но ведь это перезапуск другой галереи, да? Нам очень повезло, что данное пространство в области Октябрьской 9Б развивается нашими партнерами командой Юлой. Мы предоставляли помещение в здании под реализацию нескольких проектов, руководил которым Сергей Уханов. Ну и теперь мы сами взялись за галерейное дело и название Октябрьская 9Б превратилось в галерея 9Б. И ваша галерея объединяет выставочные пространства и шоу-рум. Именно в этом уникальность? Наша галерея объединяет, да, действительно и выставочные пространства, и места, где будут продаваться картины и иные предметы искусства. И, конечно же, в этом пространстве будут проходить различные лекции, связанные с искусством. И уже у нас есть опыт проведения там театральных постановок. Так что зал рассчитан на 30-40 человек. И мы думаем, что он будет востребован зрителями и посетителями. Галерея открылась выставкой Александра Лаврова. Давайте посмотрим небольшой сюжет на эту тему. Ты есть то, что ты ешь. Это высказывание Гиппократа в буквальном смысле оживает в работах Александра Лаврова. Деревянные скульптуры – это портреты, где зритель не увидит лиц. Вместо них – все, что люди принимают в пищу, например, фрукты и овощи. Глядя на эти работы, невозможно не вспомнить о знаменитых портретах итальянского художника Джузе Парчимбольда. Александр Лавров не скрывает, что именно картины итальянца, где люди изображены с помощью фруктов и цветов, вдохновили его на создание этих работ. Одна из скульптур – это автопортрет. Я подумал, что раз хлеб всему глава, а я это все сделал, то почему бы мне не сделать себя таким мистером Булочкиным. И я там вот такой, какой я есть. Этой серии работ более 10 лет, но широкой публике она была недоступна. Интересна не только сама задумка, но и материал, из которого она выполнена. Это половые доски из старых-старых вот таких домов, которым уже больше 200 лет, и они шли под снос, и я из них вот сотворил этот проект. Можно их посмотреть, вот здесь даже вот эти ласточки остались старые, с которыми скреплялись половые вот эти доски с обратной стороны. Видите, они все вот, они вот так вот выглажены получились. Ну а здесь как бы я так искусственно состаривал, вот здесь вот золото есть у нас. Выставка стала первой в галерее 9Б, которая недавно открылась на улице Октябрьской. Зданию, где она располагается, около 150 лет. У помещений были разные арендаторы. Новые владельцы сделали ремонт, и теперь здесь все по-новому. Началось с того, что мы с мужем покупали картины, и в итоге начинаешь понимать, что приобретение, оно ведь разное бывает. И люди часто свои какие-то приобретения с точки зрения материального выгодоприобретателя рассматривают. А тут мы подумали, что можно же приобрести какой-то духовный опыт, знакомство с новыми людьми, объединение людей в пространстве, людей по интересам, которым нравится искусство. Выставки и разные культурные мероприятия планируют проводить непрерывно. Выставка «Натюрморты в духе Арчимбольда» продлится в галерее 9Б до конца апреля 2018 года. Екатерина Анисимова, Никита Вертлин, столица Нижней. Проект «Натюрморты в стиле Арчимбольда» Александр представлял уже дважды. Это третий опыт общения художника с аудиторией. Как у вас приняли зрителя этот проект? Первоначально этот проект выставлялся в Ижевске лет 10 назад. Потом он выставлялся в галерее «Кладовка» недалеко от нашего же места. И сейчас он выставляется у нас. Мы считаем, и, собственно, зрители думают, что наше пространство очень хорошо раскрыло некоторые нюансы работы Александра Лаврова. За два дня у нас уже было порядка 200 гостей, поэтому отзывы очень благоприятные. Это связано и с уникальностью работ Александра, ну и с пространством, которое помогает эту работу увидеть в новом ракурсе. Мы думаем, что выставка удалась. Приходите, пожалуйста, посмотрите. Вход бесплатный. А каковы вообще перспективы развития подобных пространств? Мы планируем привлекать и молодых художников, и опытных мастеров. Вообще, как бы, это пространство больше рассчитано под современное искусство. Мы надеемся, что одно из направлений будет связано с этой деятельностью. А какие ближайшие события после выставки у вас запланированы? Да, у нас планируется одна-две выставки в квартал. Следующая выставка, мы надеемся, будет очень актуальной и чуть шокирующей. Пока это тайна. Основная задача галереи, в отличие от музея, в том, что она занимается непосредственно художником, как личностью. Какими художниками ваша галерея планирует заниматься? Мы ориентируемся и на молодых художников, и на художников старшего поколения. Хочу отметить, что мы сотрудничаем с профессионалами, это и нижегородские искусствоведы, и московские галеристы. И они нам помогают отобрать работу высокого качества. В нашей галерее, мы подчеркиваем это, будут находиться работы высшего класса, которая возможна для экспозиции в Нижнем Новгороде. Спасибо огромное, Георгий. Ну что ж, увидимся в галерее 9Б, а ровно через секунду узнаем о том, где еще провести выходные. Итак, афиша культурного времени. В пятницу 23 марта камерный хор «Нижний Новгород» даст праздничный концерт в честь своего 45-летия в актовом зале ННГУ. В субботу 24 марта Театр Комедия представит премьеру сезона спектакль «Бешеные деньги». Ну а в воскресенье 25 марта в выставочном комплексе продолжает работа выставка «Мода народу». Культурных вам выходных. Увидимся через неделю. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!